октябрь это вообще такой период когда нужно будет делать определенный выбор там в плане отношений в плане денег поможет ноябрь декабрь более такие расслабленные месяцы и могут быть там очень хорошие возможности при этом если овны не расслабиться в этот момент возможности они как раз могут по максимуму использовать период октябрь ноябрь могут быть ситуации как раз связаны с деньгами когда нужно будет тоже принимать какие-то такие кардинальные решения не рекомендуется в этот период оформлять кредиты какие-то большие средства брать займы и вообще сейчас тельцам лучше накапливать подушку безопасности для того чтобы именно скажем был такой резерв октябрь-ноябрь удивит огромными возможностями когда можно очень круто поменять свою жизнь у близнецов всегда их изменения связаны с теми людьми которые рядом с ними находятся те люди которые должны остаться с вами они останутся с вами но вот придется возможно от общения с кем-то отказаться в октябре у раков период когда нужно будет решать вопросы которые долго уже скажем вы так от себя отодвигаете возможно как раз нужно вот какую-то такую золотую середину найти в своем графике рабочим чтобы еще и семье тоже уделить внимание особенно это касается женщин будет много интересных проектов и в этих проектах львам нужно будет сконцентрироваться на том чтобы на скажем так на новом или для кого-то ну не совсем еще так умасло и на навыки как делегирование обязанностей другим людям у дев в октябре и ноябре энергия будет на пике поскольку они напитались энергии наступления своего соляра своего личного нового года вот и октябрь и ноябре прям такой будет зеленый цвет во многих проектах при этом в декабре нужно будет немножко так притормозить и посмотреть куда в принципе вот они движутся там в бизнесе в личных отношениях и возможно где-то много отступить назад и такую работу над ошибками привести период обновления период новых проектов когда хочется начать заново что-то в бизнесе там в личных отношениях поскольку вот этот коридор затмений будет в октябре у нас их раз он связан с отношениями то здесь для весов особенный акцент на пересмотр темы партнерства символические сбор урожая до подведения итогов предыдущих их личных 12 месяцев и скорпионам нужно особенно внимательно отнестись к своей энергии к своему здоровью вот в октябре а уже ноябрь декабрь и декабрь это месяц когда можно стартовать когда можно делать свои новые проекты когда можно уже подключать других людей для стрельцов конец осени связан с новыми проектами и с теми проектами которые они уже начали и нужно что-то такое вот именно доделать в них внимание к своему здоровью особенно в ноябре вот а в декабре это период для новых стартапов для новых проектов и в принципе для возможно какого-то нового такого витка в своей жизни в октябре они отчасти возрадуются потому что им придется решать очень такие сложные интересные задачи связаны с карьерой с бизнесом важно будет тоже соотносить свою занятость свой рабочий график и свое время уделять время семье в октябре и ноябре посмотрите на те ситуации которые есть вашей жизни можно сказать какие-то зависшие да и посмотрите как вы их можете решить нестандартно водолеям рекомендуется найти для себя новые новые связи через нетворкинг через новое знакомство потому что как раз возможности в конце года будут через новых людей приходить рыбы это наверное один из немногих знаков которые у которых все-таки получится расслабиться несмотря на всю нашу современную ситуацию в конце года и насладиться вот теми результатами своей работы своих проектов которые они наработали вот за весь год и важно в конце года тоже поберечь свою энергию прежде всего обратить внимание на себя на свое близкое окружение и тогда вот такая рыбий интуиция и способности нестандартно мыслить она поможет ему в решении их и рабочих вопросов